Грозные полиции Грозные полиции Общее количество самолетов, выпущенных серийными заводами, за 65 лет творческой деятельности ОКБ, давно перевалило десятитысячный рубеж. И все-таки в этом громадном потоке машин особое место занимает истребитель-перехватчик Су-27 и его различные модификации. Около 50 мировых рекордов скороподъемности и высоты горизонтального полета установлены на них летчиками-испытателями ОКБ Сухого. Виктором Пугачевым, Николаем Садовниковым, Евгением Фроловым, Олегом Цоем, Игорем Вотинцевым. Су-27 стал как бы становым хребтом российских военно-воздушных сил, объединив большое семейство самолетов различного назначения. Среди них многофункциональный Су-30, соединивший в себе боевые качества истребителя, бомбардировщика и штурмовика. Ударный самолет Су-32, предназначенный для уничтожения наземных и воздушных целей, воздушной разведки и прибрежного патрулирования. Корабельный истребитель Су-33. Самолет защищает корабли военно-морского флота от нападения с воздуха и может наносить удары по кораблям противника. Конструкторское бюро продолжает работу над двухместным учебным корабельным самолетом. Многоцелевые истребители Су-30МК, их более мощные двигатели, разработанные в конструкторском бюро «Люлька Сатурн», оборудованы простыми по управлению поворотными соплами оригинальной конструкции и включены в общий контур управления самолетами, что позволило значительно повысить их маневренность. Фигуры высшего пилотажа выполняются на скоростях, близких к нулевым. Такая сверхманевренность позволяет летчикам в воздушных боях не думать ни о каких ограничениях в пилотировании, концентрируя все свое внимание только на боевой обстановке. Может быть, о таких самолетах и мечтал Павел Сухой, когда в конце 30-х годов прошлого века впервые в военной авиации появилась новая марка самолетов – Су. Су-2 так назвали двухместный ближний бомбардировщик. 800 таких машин вместе с самолетами других авиаконструкторов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Создавались все новые и новые самолеты, и каждый из них нес в себе много необычного, может быть, даже парадоксального. Вообще, к деятельности генерального конструктора и его КБ очень подходит определение – первый, первым, впервые. А корни этого уходят в середину 30-х годов, когда Сухой под руководством Туполева создает знаменитый АНТ-25. Уникальный самолет, на котором экипажи Чкалова и Громова совершили легендарные перелеты из Москвы через Северный полюс в Америку, установив мировые рекорды дальности полета. Однако деятельность конструкторского бюро и его талантливого принципиального руководителя нередко вызывали непонимание, раздражение, а иногда и гнев сильных мира сего. С 1949 по 1953 годы конструкторское бюро Сухого было закрыто. Зато потом наступило время невероятной творческой активности конструктора. Его, можно сказать, болдинской осени. Вот лишь некоторые вехи воссозданного им конструкторского бюро. Впервые на самолете Су-7 весной 1956 года летчиком Владимиром Махалином была достигнута скорость, более чем в два раза превышающая скорость звука. Одновременно с Су-7 создавался истребитель-перехватчик Су-9 с треугольным крылом, что было также впервые в отечественной авиации. На новых самолетах Сухого было установлено несколько мировых рекордов. Выше всех на Су-9 поднялся Владимир Ильюшин. Ему же принадлежит абсолютный мировой рекорд высоты горизонтального полета. Абсолютный мировой рекорд скорости полета установил Борис Адрианов. Тогда было создано целое поколение самолетов. Так истребитель Су-15 стал одним из звеньев автоматизированного комплекса перехвата воздушных целей. Истребитель-бомбардировщик Су-17 Впервые крылья этого самолета изменяли стреловидность в полете. Разработкой самолета руководил Николай Григорьевич Зырин. Один из самых близких соратников Сухого. Человек широчайшего кругозора, добрый и сердечный. Боевая эффективность ЭСКИ, как с любовью называли этот самолет, за 30 лет службы была увеличена в 10 раз. Такого долголетия не знал еще ни один самолет. Су-24. Качественно новый тип ударного самолета, сочетающего в себе свойства штурмовика и фронтового бомбардировщика. Он способен вторгаться в расположение противника на малой высоте, с большой скоростью, нанося удары на всю глубину оперативного построения войск. Работу по созданию этого самолета возглавлял Евгений Сергеевич Фельснер. Талантливый конструктор, один из ярких представителей школы авиаторов Сухого. Сверхзвуковой бомбардировщик аргетоносец Т-4. Знаменитая сотка. Самолет на много опередивший время. Его масса 100 тонн. Четыре турбореактивных двигателя, тонкое треугольное крыло. Он мог совершать трансконтинентальные полеты на скорости свыше 3000 км в час. Чтобы выдержать такую скорость, впервые был применен Титан. Такое решение было принято Павлом Осиповичем после длительных раздумий. Не было опыта работы с этим металлом. Поэтому главному конструктору самолета, Науму Семеновичу Чернякову, вместе с производственниками ВИАМ и другими НИИ, пришлось выдержать настоящую битву за Титан. Но были не только эти битвы. Приходилось преодолевать косность чиновников, а иногда и непонимание коллег. Так на одном из совещаний Андрей Николаевич Туполев сказал, «Я знаю Сухого. Он мой ученик. Ему не удастся построить такой самолет». На что Павел Осипович остроумно ответил, «Именно потому, что я ваш ученик, Андрей Николаевич, этот самолет будет создан». 2 августа 1972 года начались испытания Сотки. На ней впервые в мире установлена система электродистанционного управления, которая потом использовалась на других самолетах ОКБ. Вообще, на этой уникальной машине все было новое. Как говорится, 100% новизны. И жаль, что успешно начатые испытания этой машины были неожиданно прекращены. Путь в небо новому самолету прокладывает летчик-испытатель. И чтобы написать в инструкцию будущему пилоту, чего ему нельзя допустить в полете, летчик-испытатель должен, обязан совершить это недопустимое. «Вы, летчики-испытатели, такие же творцы самолетов, как и конструкторы. И все мы несем моральную ответственность за будущее опытной машины», – говорил Павел Сухой. Своей работой летчики конструкторской бюро доказали, что чувствуют эту ответственность максимальной степени. Многие рисковали жизнью для спасения опытных машин. Имена их навсегда останутся в нашей памяти. Кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль. От весны от веселья осталась печаль. Юность птица неполна, когда ты пришла, И когда легкокрылая вдаль уплывала. Рядом с Сухим всегда были его единомышленники. Прекрасные специалисты, влюбленные в авиацию. Как бы дополняющие талант генеральным. Среди них Евгений Алексеевич Иванов. Его заместитель, отличный организатор, обладавший удивительной способностью заинтересовать, увлечь людей работой. Бронированный штурмовик Су-25. Он обладает невероятной живучестью. Высокая маневренность и простота пилотирования дают возможность летчику поражать цели с первого захода. Су-25 завоевал особую популярность у боевых пилотов, ласково называющих его гребешком или грачом. У истоков его создания стояли ученики Сухого. Олег Самойлович и Юрий Ивашечкин. Первым поднял небо штурмовик Владимир Ильюшин. А боевое крещение Су-25 получил в Афганистане. Сухопутные войска вместе с другими пилотами поддерживал летчик-испытатель нашего ОКБ, герой России Анатолий Иванов. Имена замечательных летчиков, конструкторов, инженеров, составляющих гордость коллектива, навечно останутся в его истории. Он ничтожен и все же безмерно велик. Работы над созданием истребителя-перехватчика Су-27 начались еще под руководством Павла Осиповича Сухого в 1969 году. Первый полет экспериментального самолета был совершен летчиком-испытателем Героем Советского Союза Владимиром Ильюшиным 20 мая 1977 года. Проведя длительные испытания и выполнив все пункты технического задания, получили машину, которая имела хорошие характеристики, но все же уступала американскому F-15. Тогда КБ Сухого стало настаивать на переработке проекта. Это вызвало полное непонимание министерства и заказчика, которые считали, что проект выполнен на достаточно высоком уровне. И все-таки КБ настояло, и новый самолет под тем же названием был разработан, а его серийный образец впервые поднялся в воздух 20 апреля 1981 года. В период создания истребителя Су-27 его главным конструктором был Михаил Петрович Симонов, в 1983 году ставший генеральным конструктором ОКБ Сухого. Это руководитель новой формации с блестящей инженерной подготовкой, имеющий ценный опыт создания и доводки новейших образцов авиационной техники. Симонов определил основные направления развития самолетов четвертого поколения. Обеспечил создание семейства истребителей, каждый из которых занимает передовые позиции в мировом авиастроении. И еще одна сторона деятельности конструкторского бюро. В 1986 году, когда о конверсии не было и речи, молодые конструкторы спроектировали спортивно-пилотажный самолет Су-26, ставший базовым для пилотажных машин Су-29 и Су-31. На таких самолетах одержана многочисленная победа на чемпионатах Европы и мира по высшему пилотажу. Возвращен на родину Кубок Нестерова за победу в командной борьбе. А Светлана Капанина, летчик-испытатель ОКБ Сухого, стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира и многократной победительницей всемирных авиационных игр. На пилотажных самолетах Сухого летают авиационные спортсмены Испании, США, Англии, других стран. Наверное, именно такие самолеты приближают нас к мечте Дедала и Кара о красоте, поэзии полета, о стремлении к свету и солнцу. Я к музыке винтов прислушивался, Я, согласный хор винтов, распределял на части, Я изучал их песнь, я понимал их страсти, Я сам изнемогал от счастья бытия. Важной вехой в истории фирмы Сухого стал указ президента Российской Федерации о создании авиационной холдинговой компании «Сухой», которая объединила серийные заводы и конструкторское бюро. Сейчас идет совершенствование организационной структуры, принципов взаимодействия, управления холдингом и взаимоотношений с предприятиями-смежниками. А их 128. Среди них такие крупнейшие научно-исследовательские институты, как ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ, ГОСНИАС, научно-производственное объединение «Сатурн», НПЦ «Технокомплекс», корпорации «Звезда-стрела», «Вымпел», аэрокосмическое оборудование, авиаприбор и другие. Все они вместе с ОКБ «Сухого» и серийными заводами трудятся под общим девизом «Работаем вместе». Это огромный отряд авиастроителей, рабочих, инженеров, конструкторов, ученых составляет сегодня вместе с семьями около трех миллионов человек. Компанию «Сухой» занимает высокое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров военной техники. Около 50% объемов экспортных поставок вооружения России составляет самолеты марки «Су». В августе 2002 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ознакомился с деятельностью конструкторского бюро с новыми разработками авиационной техники, которые в полном объеме были продемонстрированы на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2003. Большой интерес у специалистов и зрителей вызвал пилотаж сверхзвукового самолета Су-47 с крылом обратной стреловидности, обеспечивающим ему новые аэродинамические качества. Испытание экспериментальной машины ведет шеф-пилот фирмы Герой России Игорь Водинцев. Отрабатываются новые технологии, бортовое оборудование. Эти наработки будут использованы в истребителе пятого поколения для ВВС России, проектирование и строительство которого КБ Сухого является лидером. В период создания и первых испытаний экспериментальной машины ее главным конструктором был Михаил Асланович Погосян. В 1999 году он возглавил фирму Сухого. ОКБ, основанное 65 лет назад Павлом Осиповичем Сухим, продолжает работать смело на грани возможного, так как работал его создатель. Вот хроника основных событий последних лет. 2003 год. Сухой выигрывает тендер на создание нового семейства российских региональных ближнемагистральных самолетов РРЖ. Машины создаются при технической поддержке компании «Боинг», а двигатели к ним будут поставлять НПО «Сатурн» и компания «Снекма». Весна 2003 года. Подписан контракт с Индонезией на поставку партии истребителей Су-30МК. Июнь 2003 года. На чемпионате мира по высшему пилотажу в США сборная России, выступавшая на наших самолетах, стала абсолютным чемпионом. Из 24 медалей российские летчики завоевали 19, в том числе 7 из 8 разыгранных золотых медалей. Август 2003 года. В ходе визита президента России в Малайзию подписано соглашение о поставке в эту страну в 2006-2007 годах самолетов Су-30МК. Международный авиакосмический салон «Лима-2003» на острове Ланкаве, Малайзия. Показательные полеты летчика-героя России Вячеслава Аверьянова на самолете Су-30МК, который будет поставляться в эту страну. Об особенностях истребителя премьер-министру Махатхиру Махамаду рассказал генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погасян. Декабрь 2003 года. Подписано соглашение о поставке самолетов Су-30МК для Министерства обороны Республики Вьетнам. 25 июня 2004 года летчику-испытателю ОКБ «Сухого» Юрию Вощику вручена золотая звезда Героя Российской Федерации за особые заслуги в деле укрепления обороноспособности страны и геройский подвиг при испытаниях боевой авиационной техники. Июль. На авиасалоне Фарнборо 2004 «Сухой» представил зрителям макет регионального самолета РРГ. Перспективный объем продаж самолетов семейства оценивается более чем в 12 миллиардов долларов. Общий прогнозируемый спрос составит около 800 машин в течение 20 лет. Здесь же Фарнборо заключено предконтрактное соглашение с крупной российской авиакомпанией «Сибирь» о приобретении 50 новых региональных пассажирских самолетов, создаваемых по программе РРГ. Декабрь 2004 года. В Комсомольске на Амуре состоялась торжественная церемония передачи первой партии модернизированных самолетов Су-27СМ для авиаполков военно-воздушных сил России. Компания «Сухой» готова с 2005 года начать комплексные поставки модернизированных самолетов Су-24М2 и Су-25СМ для ВВС страны. А с 2006 года также боевых самолетов Су-34. Компания «Сухой» заключила соглашение о долговременном сотрудничестве с Внешторгбанком, Внешэкономбанком, Сбербанком России и Росэксимбанком в организации финансирования по разработке и созданию российского регионального самолета РРДЖИ. 2005 год. Программа создания российского регионального самолета РРДЖИ вступила в фазу производства. Серийные заводы КНААПО в Комсомольске на Амуре и НАПО в Новосибирске приступили к оснастке цехов и производству узлов и деталей длительного цикла изготовления для нового пассажирского самолета. Первый 95-местный самолет КНААПО планируют собрать в 2006 году. 75-местные самолеты будут выпускать в Новосибирске. В 2007 году предполагается начать продажу лайнеров авиакомпаниям. Активная кадровая молодежная политика одно из основных направлений деятельности ОКБ Сухого. Она сочетает в себе сплав энтузиазма молодежи с опытом и квалификацией старшего поколения, повседневное взаимодействие с высшей школой, создание и развитие на предприятии кадрового резерва молодых специалистов. Это направление поддержал во время посещения конструкторского бюро мэр Москвы Юрий Лужков. Правительство Москвы отметил он. Готово взаимодействовать с компанией в области социальных программ по поддержке молодежи. Компания Сухой активно работает на индийском рынке. С индийскими специалистами решаются вопросы совместного участия в разработке новой авиатехники. Сейчас Республика Индия располагает 18-ю истребителями Су-30К и 32-мя машинами Су-30МКИ. Контракт о лицензионном производстве самолета Су-30МКИ самый крупный за всю историю российско-индийского сотрудничества. Его сумма превышает 3 миллиарда долларов. В рамках своего официального визита в Россию в мае этого года президент Республики Индия Абдул Калам посетил ОКБ Сухого и с большим интересом ознакомился с работой предприятия, с планами по созданию новой авиационной техники. Во время своего первого в истории визита в Россию в июне 2005 года султан Брунея Хасанал Булкиах посетил летно-испытательную базу компании Сухой на аэродроме в Жуковском, где ему был продемонстрирован многофункциональный боевой самолет Су-30МКИ. А после демонстрационного полета летчики-испытатели Вячеслав Аверьянов и Юрий Ващук рассказали Хасаналу Булкиаху об особенностях самолета, о его возможностях. Султан Брунея с интересом осмотрел истребитель, ознакомился с кабиной пилота. Июль 2005 года. На только что закончившемся в Испании чемпионате мира по высшему пилотажу российские авиаспортсмены, выступавшие на модернизированных самолетах ОКБ Сухого, вновь показали высокое мастерство, заняв в упорной борьбе высшие места на пьедестале почета. Приятно сознавать, что за всеми этими успехами всемирным признанием заслуг ОКБ незримо присутствует стиль, дух и незаурядный ум Павла Осиповича Сухого, сумевшего основать свою школу, подготовить и воспитать не одно поколение конструкторов, летчиков, испытателей, производственников, способных и сегодня создавать авиационные комплексы высочайшего уровня. Вот что говорил о своем коллеге замечательный конструктор Олег Антонов. Павел Осипович Сухой не имел академических званий, по-видимому, в силу своей природной скромности. Но как ученый, он был значительно выше всех нас, а вклад его в авиационную науку поистине неоценим. Я не отступлю от истины, если назову Павла Осиповича квинтэссенцией нашей авиации. Продолжение следует...